Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистам, стыд и срам, стыд и срам. Вы никогда не задумывались, имеет ли стихотворение «Мой дадыр» Корни Ивановича Чуковского политический подтекст? Думаю, что не задумывались. Дело в том, что в то время, когда оно появилось, в 1923 году его напечатали, хотя сам Чуковский говорил, что написал его раньше, в 1921. Так вот, тогда в нашей стране шла грандиозная кампания по, если можно так сказать, гигиенизации населения. Но не хотели советские граждане умываться ни по утрам, ни по вечерам, хоть ты тресни. Я не хочу сказать, что «Мой дадыр» был написан по заказу, но то, что это произведение политически актуальное, это бесспорно. Ни в одной другой стране государство не следило так тщательно за чистотой и состоянием тела собственных граждан, как в советской России 20-х годов. В Красной Армии действовали санитарные тройки – врач, санитар и красноармеец. На заводах, фабриках и в общежитиях создавались санитарные комитеты. В школах и пионерских отрядах – посты. Регулярно проводились смотры чистоты – лица, шеи, руку, шеи, зубов, волос и ногтей. Государство пристально рассматривало тела своих подданных. Степень изучения колебалась от поверхностного осмотра внешнего вида до полного осмотра тела и белья. Случаи отказа от раздевания перед гигиенистами заслуживали специального упоминания в отчетах. Грязное тело советского гражданина в буквальном смысле выставлялось на всеобщее обозрение на досках нерях. Красноармеец Евдоченко не умывался в течение трех недель. Красноармеец Кулешов отпустил волосы так, что ни скребницей, ни щеткой невозможно с ними справиться. Жизнь граждан сопровождали бесконечные санвыставки, санпоходы и санмитинги. Многочисленные брошюры убеждали советских граждан, что их везде окружают кошмарные опасности. Предписывалось отказаться от поцелуев, не касаться губами крана, правильно сидеть и спать, отслеживать свой вес. Регламентировалось и расписывалось все. Первое правило пионера гласило, пионер охраняет здоровье свое и других. Он встает рано утром, тщательно умывается, делает гимнастику. Пионер не признает и не ест грязи из-под ногтей. Для этого он чистит и стрижет ногти. Пионер не подает руки. Для приветствия у него есть салют пионеров. А через руки можно передавать заболевания. Пионер ярый защитник чистоты. Он не сорит и не плюет на пол. Плевки в советской России – одна из худших некультурных привычек. Им посвящают лозунги и даже мрачные поэмы в прозе. Весна, панели высыхают, и на них видны отчетливо плевки, плевки и плевки. И в них кишат бактерии туберкулеза, гриппа, коклюша. С 1920-х годов в СССР была развернута целая кампания по чистоте тела. Однако со средствами гигиены в советской стране были большие проблемы. Общедоступных городских бань не хватало. Люди не имели возможности помыться даже два раза в месяц. Чтобы не раздражать горожан, призывы к посещению бань встречались в агитационных материалах редко. Более того, можно было увидеть статьи на тему «Как быть чистым без бани?». Гигиенисты предлагали для этого как можно более частую смену белья. Но несмотря на все усилия, к концу 20-х годов на Урале хотя бы раз в неделю чистили зубы всего 13% рабочих. В Москве не умывалась треть девушек и половина парней.